Цена биткоина, побив очередной исторический рекорд 58100 долларов, снизилась и остановилась на отметке чуть выше 54 тысяч долларов. По мнению аналитиков, криптовалюта держится за счет группы людей, владеющих ею, потому что материальной основы у нее нет. Если не будет нового информационного ажиотажа, то расти ему осталось не так долго. Но в любом случае цена биткоина снизится и, возможно, скоро, отмечают эксперты. Между тем, компания Tesla, которая месяцем ранее приобрела биткоины на 1,5 млрд долларов, уже заработала на них больше, чем на продаже электрокаров за весь 2020 год. За месяц прибыль от биткоина составила более 1 млрд долларов. Иллен Маск не планирует пока регистрировать прибыль от криптовалюты. Он считает ее стоимость завышенной. Напомним, рост биткоина начался в декабре прошлого года. Это абсолютно спекулятивный пузырь. Мое мнение, разделяют достаточно много авторитетных экономистов. Соответственно, как только большие дяди получат запланированные миллиарды долларов в качестве прибыли, точно так же этот пузырь сдуется. Либо, наконец, официальные власти крупнейших стран США, Британии, Китая или Европы начнут этот пузырь сдувать самостоятельно. Потому что в эти дебри уходят очень много черных и серых денег, которые не контролируют центральными банками и правительствами. Их начнут уже прессовать на правительственном уровне. И это будет как раз началом конца именно вот этого феномена под названием Bitcoin. Играть в биткоин для массового инвестора я бы не советовал.